Молодежь не теряла ни дня в этом году. Они наводили порядок на городских улицах, искали лучшего водителя, флориста и слесаря, показывали свою удаль на турслете и увлекали еще больше людей танцами и музыкой. Они живут яркой и полной жизнью, но несмотря на молодость, понимают, какую цену за это заплатили их прадеды. Ребята каждый год 9 мая выходят с портретами своих героев, чтобы они прошли в бессмертном полку. Почитают наши молодежи историю Пермского края. Именно 1 декабря Кумипермятский округ объединили с Пермской областью. С тех пор прошло уже 13 лет. В эти выходные школьники и студенты праздновали день рождения малой родины. Присоединились к ним и старшее поколение. По речке, что течет веками, а я родился здесь на камень, я здесь хозяином сижу. Поэт Юрий Смирнов родился в тогда еще Пермской области. Говорит, вдохновил его на творчество родной край. Он вырос на стихах Решетова, а позже, когда сам стал поэтом, получил Решетовскую премию. Мы ведь добрые соседи, мы родственники больше того. И это вот чисто формальный праздник, вроде должен стать ежегодным и, собственно, он должен напоминать нам, что мы одна семья. Но расслабляться не время до конца года у отдела по делам молодежи еще немало планов. Например, вручить первый в жизнь паспорта юным березняковцам, выбрать самый активный техникум, который ведет здоровый образ жизни, найти лучшего добровольца города, провести творческий квартирник. В этом году мы провели более 100 мероприятий для молодежи по шести видам деятельности молодежной политики. Это и оздоровление летнее, это профориентация, это поддержка молодых семей, это досуговая занятость, это военно-патриотическое воспитание. 15-го у нас КВН, играет 4 команды, это сборная студентов и рабочие молодежи. Все в лучших традициях, веселых и находчивых приветствиях, разминка и озвучка. Вся подробная информация есть в группе отдела по делам молодежи ВКонтакте. Если подытожить, березняковская молодежь добрая и талантливая, и, возможно, сегодняшние активисты завтра своим трудом прославят Пермский край и наш город на всю страну. Елена Силакова, Лев Собуров, Новости, Верхнекамье.